85-й юбилей отметила одно из старейших образовательных учреждений округа школа Андика. Для деревни этот год стал щедрым на знаменательные даты. Исполнилось 45 лет восьмилетней школе и 35 лет местному музею боевой и трудовой славы. На празднование больших и значимых дат собрались выпускники андикской школы, бывшие педагоги и представители андикского землячества. По этому поводу сотрудники музея организовали выездную экспозицию музейных экспонатов в выставочном зале Дворца культуры Арктика, а вокальный ансамбль «Северная зорь» под руководством Надежды Майоровой, заслуженного работника культуры, поделился своим новым репертуаром. С душевными мотивами прониклась и наша съемочная группа. С этой черно-белой фотографией взгляд длиной почти в полвека. На ней Вера Семеновна Буркова. 44 года назад она пришла работать в андикскую школу. И вместе с ней пришла и новая эпоха. Эпоха спорта, туризма и исследований. Ее смело можно назвать хранителем истории деревни Андик. Она и педагог, и энтузиаст краеведения, инициатор создания деревенского музея боевой и трудовой славы. Благодаря Вере Семеновне андикская школа славилась в округе своей туристской деятельностью. Но это был не просто туризм ради туризма. Походы всегда носили исследовательско-поисковый характер. Самым длительным, вспоминает Вера Семеновна, был переход от Андига через Усть-Цильму и Ижму до станции Ираэль. В 18-дневном лыжном походе, дорогой отцов и дедов, участвовали дети и внуки солдат Карельского фронта 31-й оленолыжной бригады. Только так, а не просто с книгой в руках, дети должны изучать и историю своего края, своих предков, и географию, и остальные науки, уверена Вера Буркова. Это вся моя жизнь, это все, что я вложила в душу, то, что оставили в памяти мои ученики, потому что очень много мы за эти 74-го года по 2005 год, все-таки мы каждый год выезжали в различные районы тогда Советского Союза. Мы объездили, по сути, северо-запад. Всю душу вложила Вера Семеновна и в святую святых для деревни Андик в музей боевой и трудовой славы. Хранитель истории был открыт в октябре 1982 года. Но даже спустя 35 лет эту невероятную энергетику невозможно не почувствовать и сейчас. Вот когда только приехала в Дом культуры, понятно, что экскурсия была. И когда я открыла дверь музея, вот выставка, которая сейчас у нас идет, я просто, понимаете, попала в такую глубинку и никогда не думала, что там столько находится истории вот этой деревни. Историю деревни хранит и школа. В этом году ей исполнилось 85 лет. За 80-летие из ее стен вышло в большую жизнь не одно поколение жителей Андига. И все как один вспоминают доброту, отзывчивость и заботу сельских учителей. Я вот помню, здание, может быть, как-то не запомнилось, учителя, вы знаете, боже, как они вот раньше жили, у самих же дети, условий ведь никаких не было, но они вот нам отдавали всю душу, всю душу, действительно, они нам как родители были. Я был маленький такой, ну сейчас я вроде немножко подрос, а шел из школы, метель была сильная, и меня замело снегом, и меня откопал Василий Яковлевич Хабаров. Наш в Андиге был кассиром, и вот меня нашел, меня там увидел, ранец мой торчал сверху. Так, может быть, меня с вами не было. Ну, вот такой интересный случай. Но в школе выходили, несмотря на любую погоду. 85 лет для истории – это всего лишь мгновение, а для педагогов и школьников – целая жизнь. В свой тройной праздник жители деревни и представители землячества, которых в Наринмаре проживает более ста человек, отмечают своей дружной деревенской семьей. Елена Семеновичева, Антон Водряков, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова